Ситуация, казалось бы, банальная. Два молодых человека работали вахтовым методом. Возвращались домой на поезде, сели в свой вагон, легли спать. В итоге пропустили остановку. На первой станции обратились к полицейским. Молодые люди явно отмечали окончание вахты. Сейчас ведут себя спокойно, порядок не нарушает, но последствия распития алкогольных напитков налицо. Наряд сразу же проверяет документы. Для этого не нужно идти даже в линейный отдел. Все делается на платформе. Выясняется, что один из пассажиров находится в федеральном розыске. Необходима сейчас проверка, потому что есть переносные базы ТМ, которые у нас находятся у сотрудников полиции, у патруля. Вот пробивали ребят их. То есть есть похожие фамилии, сходятся паспортные данные. Но сейчас необходимо просто дальнейшую инициатор розыска проверить и дальше уже будут решаться вопросы. Когда прибывают поезда дальнего следования, транспортные полицейские обходят вагоны, общаются с проводниками. Главный вопрос – все ли в порядке. Если находят нарушителей в состоянии алкогольного опьянения, их могут снять с поезда и отказать в дальнейшем проезде. Им грозит штраф от 500 рублей, а поездка закончится в медвотрезвители. Кроме того, транспортная полиция следит за порядком на перроне. На перроне нарушений нет. Наряд отправляется в вокзал. Полицейские проверяют вокзальное помещение, смотрят, нет ли забытых вещей. Пассажиров, увидевших оставленные сумки, просят немедленно сообщать о находке наряду. Между тем, в линейном отделе выяснили, молодой человек попал в федеральный розыск, потому что получил условный срок и проигнорировал положенные часы обязательных работ. В прошлом году с вокзалов Рязани, Ряжска, Сасово удалено 3000 нарушителей. В основном, это люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения и курившие в неположенных местах.